Слава Богу, дорогие братья и сестры! Сегодня было сказано, что три евангелиста смотрят радостно на это событие. Евангелист Иоанн все-таки пишет свое Евангелие по прошествии 60 лет после этого события. Он переосмысливает немножко и пишет о каких-то внутренних мотивах. Поэтому все самое необходимое вы услышали. Но я хотел бы посмотреть на этот праздник под другим немножко углом. И тема моей сегодняшней проповеди – праздник перед смертью. Почему именно этот въезд Иисуса Христа в Иерусалим стал таким торжественным? Он до этого тут был. Он вечером выйдет в Вифанию и вернется на следующий день опять в Иерусалим. То есть и до этого события, и после этого события он бывал в Иерусалиме. Это не первый раз. И важно понимать, что исполнилось пророчество. То есть Иисус, это мы сегодня знаем, что он около трех с половиной лет служил, что он ходил по три раза в год на праздники. Тогда люди не знали, сколько по времени должно продлиться служение Иисуса Христа. И именно Бог решил, что именно это воскресенье или именно этот въезд, он должен стать таким торжественным, потому что должно исполниться пророчество. Давайте я даже еще упрощу. Иисус должен был въехать в Иерусалим, потому что должно было исполниться пророчество. То есть пророчество не может не исполниться. Оно обязательно должно исполниться. И книга Откровения, как бы люди ее не толковали, как бы люди в ней не копались, она должна исполниться. Нет никакой силы в этом мире, которая не даст исполниться книге Откровения. Пророчеству, которое должно быть о конце времен. Так почему я хочу посмотреть под другим углом? И сегодня, кстати, было сказано, что первых три века никто не праздновал этот праздник, не было такого задокументировано. Ну, въехал и въехал. Он ходил в Иерусалим до, входил после. А когда Иерусалим был разрушен в 70-м году нашей эры, или по Рождеству Христову, а потом в 135-м году провинция Иудея прекратила свое существование, вообще никто не помнил. Куда там кто-то въезжал, города такого не было, город был переименован, все было распахано. И с этого момента до 1948 года Израиля не существовало. Но почему я хочу посмотреть на это под другим немножко углом? Люди тогда знали, что должен прийти царь, и люди знали, что написано в Захарии. И мы сегодня знаем, что должна наступить книга Откровения, и мы как бы готовимся к тому, что в последнее время мы должны быть готовы в восхищение церкви. Если мы останемся на скорбь, то пройти эту скорбь. Если мы не восхитимся, и нас будут убивать за веру, и мы будем отказываться от начертания зверя, то мы выстоим, и пусть нам голову отсекут, но мы не поддадимся. И то же самое делали евреи. Они читали эти пророчества. Вы же понимаете, что если бы Иисус просто ни с того, ни с сего, где-нибудь из-за Иордана пришел какой-то человек, входит в Иерусалим, и тут праздник. Иисус и до этого заходил, Иисус и до этого исцелял, Иисус и до этого учил в храме, но у них не открывались глаза. Но именно в этот день эти глаза открылись. Проблема заключается в следующем, что все четыре евангелиста описывают это событие. Все четыре. Но ни один евангелист не упоминает, что Иисуса Христа хотя бы один раз, хотя бы кто-нибудь, при этом въезде, при этом входе, при этом торжественном событии, назвал бы Мессия или Христос. Христос в переводе означает Мессия. Его называли как угодно при въезде в Иерусалим, но никто не назвал его ни разу, ни один евангелист не документировал, что его назвали Мессия. А именно же через определенный промежуток времени, в пятницу, за всех этих людей, как и за нас с вами, умрет не только пророк, не только учитель, и не столько царь, хотя и будет табличка прибита, но умрет за них Мессия, выполнив свою миссию. Но когда он въезжал в Иерусалим, никто не приветствовал его как Мессию. Получается, они отпраздновали, праздник, понятно, был спонтанный, к нему никто не готовился, все получилось так экспромтом, но суть заключается в том, что они встречали кого угодно, кроме того, кто должен будет умереть за них через пять дней. В этом и есть ирония того, что люди, имея пророчество, имея Божье Слово, встречают не того, кого они должны встретить, по Божьему Слову. И почему я вспомнил книгу Откровения? Ведь мы же тоже знаем, как все должно быть. Ведь мы же тоже знаем, что должно исполниться. Но большая опасность, что мы можем пропустить или ожидать не того, чего мы должны ожидать. Еще раз говорю, мы не должны ожидать Антихриста, мы не должны ожидать Третью мировую, мы не должны ожидать скорбь, мы должны ожидать Мессию. Когда мы говорим Иисус Христос, это означает Иисус Мессия. Еще раз, Христос – это Мессия. Получается, Иисуса называли, да, вот Иисус, да, вот это какой-то пророк, да, вот… А Христос говорит, когда я приду второй раз, найду ли я веру на земле? Ирония всего этого заключается в том, что он, подходя к Иерусалиму, видел толпы людей, видел поломанные эти пальмы, видел кучу одежды, но он понимал, что все эти люди пропускают то, что он Мессия. И когда Христос говорит, что когда я вернусь второй раз, найду ли я веру на земле, подразумевает то, что Иисус, я гарантирую вам, Иисус при Своем Втором пришествии найдет много церквей, массу верующих, которые с поднятыми руками воздают Ему хвалу, людей, которые молятся со слезами, служения, миссии, организации, реабилитационные центры – все это Он найдет. Но вопрос, найду ли я веру на земле. В этих толпах людей, которые встречали Его, человека, который бы ожидал миссию, не нашлось, потому что было все спонтанно, и к этому мы сейчас придем, очень быстро пройдемся, поскольку все это есть в наших Евангелиях, и вы это можете прочитать. За основной отрывок я возьму Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 1 по 18 стих. В этих 18 стихах Евангелист Иоанн описал, наверное, немножко больше, или не то, что мы можем собрать из трех предыдущих Евангелий, потому что он все-таки писал для другой категории людей, и у него Иисус был другим. Вы знаете, что каждое Евангелие Иисуса представляет в своем свете. Например, Евангелист Матфей описывает Иисуса как Мессию, потому что для него, как для еврея, это было фундаментально. Евангелист Марк описывает Иисуса как слугу. Из 35 задокументированных чудес, 18 описаны в Евангелии от Марка, то есть он там больше всего делает чудес. Если мы читаем Евангелие от Луки, у Луки Христос это Спаситель, и только у Иоанна он Сын Человеческий, то есть он хочет показать, что Иисус не только Бог, но и человек. Поэтому, когда мы читаем все четыре Евангелия, это не повторение одной и той же истории, это нюансы, которые упускает один евангелист, чтобы его подметил другой евангелист. И это делается с определенным умыслом на всякую аудиторию, чтобы кто-то сказал, что он чего-то не понимает. Итак, это будет Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 1 по 18 стих. Еще раз, Страстной четверг, или Страстная неделя, сегодня было сказано, так есть в православной церкви и начинается от въезда Иисуса Христа. Но я говорю, что я хочу посмотреть под другим углом. Для меня Страстная неделя начинается за день до этого, вечером, когда Иисус приходит в Вифанию, к Лазарю, которого Он исцелил. И в этом есть больше логики, потому что в этот вечер Его помазывают на погребение, и в пятницу Его погребают. Сам въезд в Иерусалим, он с погребением связан меньше, чем помазание на погребение и само погребение. Итак, глава 12, понятно, это все календарные даты, часы, и все было возможно по-разному, и календари разные, и время другое, и у нас вечер, это вечер, у евреев это после захода солнца, день у нас, когда проснулся, у них, когда солнце взошло, то есть все по-другому, мы не будем цепляться за детали, но давайте начнем читать этот отрывок. 12 глава Иоанна, с первого стиха и ниже. «За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира». Пророчество должно исполниться завтра утром, ну или в обед, когда он там заходил в Иерусалим. Но Дух побуждает ее сделать сегодня что-то. И вот то, что сделала Мария в третьем стихе, оно имеет самое прямое отношение к тому, что Иисус – Мессия. Она его помазывает на вот этот подвиг умереть за все человечество. Она его не помазывает как царя, она его не благодарит как пророка, она не утирает ему ноги как учителю, хотя он всем этим был за период своего служения, но она помазывает его как Мессию. Интересно, что это, ну давайте будем прямым языком, необразованная женщина понимает вечером больше, чем толпы людей, которые будут встречать его утром. То есть она внутри чувствует, что это нужно сделать. Ее не просили, там не было толпы, чтобы, знаете, вот все мажут, и я пошла мазать, все не мажут, и я не мажу. Эффекта толпы тут нет, она просто берет и делает это. Четвертый стих. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, сказал, который хотел предать его или предать его, сказал, для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим. Ну и плюс, чтобы я мог больше украсть. Почему бы, ну, не сделать так. Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежные ящики, носил, что туда опускали и доставал, что туда опускали. Тоже ирония, он в три года ходит со Христом, но он не видит в нем Мессию. Вот он три года ходит за ним, видит чудеса, видит воскрешение, слышит вот эту науку, как мы сегодня приходим в церковь и мы постоянно слушаем то, что нам проповедует. Но при всем при этом он не видит сущности и он не видит смысла в том, что делает Иисус. И вот эти люди, знаете, вот эта стандартная такая параллель, что они кричали «Ассана в воскресенье» и кричали «Распни его в пятницу». Возможно, это вообще другие люди, мы не будем на этом акцентировать внимание, но Иисус-то знал, что так будет. Иисус знал, что это 100% произойдет. Седьмой стих. Иисус же сказал «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего». Еще раз, Иисус не первый раз был в доме Лазаря. Я хочу вам показать, что все, что происходило, оно все происходило не в первый раз, но в первый раз происходило именно так. В доме Лазаря он был и до этого, но Мария не каждый раз била сосуд с драгоценным миром и мазала ему ноги. В Иерусалим он входил не первый раз, но не каждый раз там ломали пальмы и постилали одежду. Это все должно произойти было именно в этот момент по пророчеству, которое записано в Божьем Слове. «Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Многие из иудеев, кстати, это очень интересная мысль, признаюсь, она не подготовлена, и пришла только что. Вот мы приходим в собрание, как и прежде. Вот вы сидите ровно на тех же местах, что вы сидели в прошлое воскресенье, в позапрошлое, и я даю вам гарантию, если вы будете живы, здоровы и придете в собрание в следующее воскресенье, вы сядете куда? На те же места. И вот часто мы делаем одни и те же вещи, не ожидая, что что-то произойдет. Я это делал в прошлый раз, я это буду делать в следующий раз, я входил в Иерусалим в прошлом году, я буду праздновать Пасху в этом году. Все как и прежде, но именно в этот день произошло чудо, потому что этот праздник как чудом или как-то другим словом назвать даже нельзя. И вот когда мы верны Божьему слову, когда мы ожидаем не каждый раз, чтобы что-то нас поразило, но когда мы просто делаем вот эту духовную, рутинную работу. Наступит день, когда каждый из нас переживет это чудо. Пришел в собрание, как и прежде, проповедовали, как и прежде, читали места, как и прежде, но произошло что-то необычное. Девятый стих. Многие из иудеев узнали, что он там и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Перевосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышал, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему, восклицали Асана, благословен грядущий во имя Господне, царь Израилев. Иисус же, найдя молодого осла, но не он сам, а ученики, которые привели к нему, сел на него, как написано, не бойся, черь Сионова, си царь твой грядет, сидя на молодом осле. Ученики его сперва не поняли. Действительно, исполнение пророчества «Си царь твой грядет, и через четыре дня на кресте будет прибита табличка «Царь иудейский» на трех языках». Потому что это не то царство, которое ожидали люди. 16 стих. Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. «Народ, бывший с ним, прежде свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо». Почему я всегда говорю, когда вы приходите в Дом Божий, это всегда шанс, чтобы Бог проговорил ваше сердце. Но когда вы приходите, когда мы приходим, когда я прихожу в Дом Божий постоянно, у меня это превращается в такую рутину, как «Отче наш», которое произносишь и потом не помнишь, молился ты или не молился. И вот Иисус бывал в Доме Лазара и бывал неоднократно. Но я не знаю, что они там делали. Был ужин, возможно, он совершал молитву, какое-то было поучение, и потом он шел спать. Но в этот вечер произошло что-то другое. Он сказал, «Оставьте ее», 7 стих, «Она сберегла это на день погребения моего». И знаете, в чем трагедия? Что все, абсолютно все, кто был с ним в этой комнате, не поняли этого. Сегодня читаются нам такие знакомые слова о том, что надо быть готовым к встрече с Господом, о том, что Пасха, о том, что Воскресенье, о том, что страдание и смерть ради меня, о том, что стекала голговская кровь, и даже в одной песне ручьем прямо стекала. Мы все это слышим, но оно проходит мимо наших ушей, потому что мы это слышим из года в год. И вот что-то новое прозвучало в этот вечер, и его никто не понял. Абсолютно все, кто были в этой комнате, ничего не понял про погребения. А когда они в следующий день вышли и увидели эти толпы в Иерусалиме, они сто процентов забыли даже то, что он им там говорил вечером. Потому что были сказаны ценные слова, но они привыкли, что Иисус не первый день в их доме. Мы привыкли, что проповедник не первый раз проповедует. Мы привыкли, что эта Пасха уже двадцатая в моей жизни, может быть, двадцать пятая. Мы привыкли ко всему этому, и мы в праздники получаем меньше всего духовной пищи. Вы когда-нибудь думали, почему мы в праздники получаем меньше всего духовной пищи, а не больше, потому что выходят одни и те же люди, читают одни и те же стихи, мы эти стихи знаем на память, и даже если там какое-то слово, мысль, идея, прикосновение Духа Святого произойдет, оно просто по верху проходит, и мы ждем следующего въезда Иисуса Христа в Иерусалим. Мы ждем следующую Пасху, мы ждем следующее хлебопреломление, мы ждем следующую Троицу, и так праздники, праздники, праздники. Он говорит, она помазала меня на погребение. Хоть бы один спросил, какое погребение? Что такое? Что случилось? Пошли спать, как и прежде, и начинается у них праздник. Иисус плакал. Иисус плакал, это читался местно, давайте еще раз его прочитаем, это Луки, 19 глава, 41-44 стих. Это знаете, как плакать на праздник жатвы? Когда ты знаешь, что на кухне наполнены столы едой, когда ты знаешь, что пришло много гостей, и все сидят в зале, и будет сегодня классное служение, когда ты знаешь, что группа прославления, хор готовился, дети, все будет на высоте, а человек сидит и плачет, потому что он понимает, что все это не о том. Оно хорошо, оно правильно, но оно не в моменте, оно не о том. Идет Мессия. Не учитель, не пророк, не исцелитель, не царь, идет Мессия. И они все это пропускают. И сегодня, когда мы говорим, что Дух Святой стучится в ваше сердце, это не проповедник стучится в ваше сердце, это Дух Святой стучится в ваше сердце. Не Петя, не Коля, не Вася, не кто-то еще. Дух Святой через человека. Но люди, смотря на человека, упускают все то, что хочет сказать Бог. Луки, 19 глава, 19-41 стиха. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы ты, хотя в сей день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Они ждали царя, царь пришел, но не тот, распяли, а царь-то не настоящий. Они ждали, 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 и через 30 лет поднимают восстание сами. Зелоты поднимают восстание, убивают храмовую стражу, захватывают храм, впоследствии захватывают Иерусалим, идет восстание по иудейских и галилейских городах, вырезаются римские гарнизоны, приходит Чит, с Веспасианом, точнее, Веспасиан приходит, передает командование Титу, и их всех, кого убивают, кого вводят в плен, кого изгоняют, кого обрекают на голодную смерть. Им этого мало, в 135 году они опять берутся за оружие, они опять вырезают гарнизоны, опять все повторяется, только на этот раз иудея перестает существовать. Но мы возвращаемся к тому, что Иисус спускается с горы, он смотрит на этот город, на эти тысячи людей, десятки тысяч людей, сотни тысяч людей, возможно, и он плачет, он понимает, что эти люди не понимают в моменте, что происходит, они не готовы принимать его как Мессию. Мы говорим, ну вот, мы готовы принимать Христа, который исцеляет, который руководит моей жизнью, который благословляет, такого Христа мы готовы принимать, а Христа Мессию, ну, Христос и Мессия, это одно и то же слово, только на разных языках, готовы ли мы его принимать? И он спускаясь, он плачет. Он видит эти пальмовые ветви, которые символ покоя, но через четыре дня там покоя никакого не будет. Он видит, Асана, спаси сейчас, но он не слышит ни одного слова Асана, вы думали когда-нибудь? Он ни одного слова Асана не услышит в пятницу. Даже так, с четверга на пятницу ни один человек ни с веткой, ни без ветки не будет бегать по Иерусалиму и кричать, Асана грядущий во имя Господня. Куда все подеваются? Потому что они в моменте встречали не то. Вот почему я говорю, что можно прийти в Дом Божий и пропустить все, что Бог говорит в мое сердце. Просто сидеть, все сидят, вставать, все встают, поднимать руки, все поднимают, молиться, все молятся, но пропустить в моменте суть праздника. Пропустить того, что это Мессия. В первую очередь Мессия. Откуда набралась толпа? Понятно, что это было перед праздником и всегда перед праздником толпа. И для кого-то толпа поклониться в храме, для кого-то толпа это бизнес, потому что можно было в комнату как этих мигрантов паковать этих людей, чтобы там много и платили бешеные деньги. Иоанна 12.17. Народ, бывший с ним прежде, засвидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. И 18 стих. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Иоанн, когда пишет это через 60 лет, он добавляет эту фразу «потому». Люди встретили Иисуса не потому, что это человек села, в котором живет 400 человек. В Назарете жило 400 человек. 400, 600 – это от прилива, когда рыбаков больше зайдет, когда меньше. Это село. Это такое село, что гугл-карта не найдет. Они не потому встречались, что идет какой-то вообще ноунейм с какого-то галилейского Назарета. И он, кстати, не оправдывается, что я вообще не с Назарета. Я в Вифлееме родился по пророчеству. И родился-то он в Вифлееме по пророчеству. Как я говорил в начале, пророчество должно исполниться. И вот он идет, и написано, Иоанн пишет, потому встретил его народ, что он воскресил Лазаря. И Лазар шел с ним. Они видели воскресшего человека и они шли. И Мессия их мало интересовал. Они шли, потому что он воскресил человека. Это удивительно, да? Конечно бы воскрес кто-то из мертвых сегодня в Хемете, тут бы не было ни одного свободного места. Вопрос в другом. Сколько бы людей приблизилось ко Христу? Места свободного не было. Там люди лезли на дерево, ломали эти ветки, кричали осана, срывали верхнюю одежду, постелали под этого ослика. Там была толпа. Насколько увеличилась церковь Иисуса Христа в тот день? Насколько больше учеников стало Иисуса Христа в тот день? Ну, судя по свидетельству, почти ничего. То есть было движение, был шум, был праздник. Что приобщилось к Царству Небесному в тот день? Да по сути ничего. Они даже к вечеру уже разошлись. Когда он вечером будет разгонять этих миновщиков, валить столы, переворачивать их, их уже там не будет. То есть это такое вот, но оно должно было исполниться под действием Божьим. Оно исполнилось. Помните Исаул во пророках. Стал ли Саул после этого святее, когда он вышел с этого сонного пророков? Он до этого сонного ходил с копьем, хотел убить Давида, попророчествовал, вышел, и в нем это не оставило никакого следа. То есть он побыл в этой атмосфере, он вышел, но он остался неизмененным. Я знаю, что кто-то из вас готовился к сегодняшнему празднику, мол, как бы торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим. Как это влияет на вашу жизнь, на мою жизнь? Или я просто знаю, сейчас расскажут про пальмовые ветви, въехал, выехал, Асана. Мы это с детства знаем и как это влияет из года в год. Кого ждал? Ждали царя. Господа, царство, отца нашего Давида. Потому, кстати, фарисеи, саддукея не перепугались, потому что похоже было на какое-то восстание. Что за царь? Римская власть такого не одобряла. И Понтий Пилат, который был наместником, это человек очень жесткий. Историки говорят, что он не раз проливал иудейскую кровь без следствия даже. Надо наказать, он наказывал. И они перепугались, потому что саддукеи это политическая партия, и фарисеи наполовину, там 50 на 50, и смотрят волнение. Надо как-то это остановить. Это парадоксально. В Матфея 21.10 написано, и когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил, кто сей. У вас такое бывает, что вы собираетесь куда-то, приходите, оделись, пришли в какое-то место, и потом приходит мысль, а что сегодня за день? Или у вас бывает такое, что вы включаете какой-то канал проповедника, посмотрите, или вы знаете, что проповедник вам анонсирует служителя, что вот приедет, например, такой-то, такой-то. И вы приходите на служение, смотрите на человека с мировым именем и говорите, это кто? Такого не бывает. То есть человека знали, а этого не знали. Хотя он неоднократно приходил, хотя он в храме был, да, у него были какие-то ученики, и 12, и 70, и потом 500, мы читаем, то есть и кормил он, и 4 тысячи, и 5 тысяч. Кто сей? Они спрашивают. Ну не знаю, кому вышли вы, кого приветствовать, тот, наверное, и есть. Народ же говорил, это Иисус, не добавляя Христос, это Иисус, пророк из Назарета Галилейского. Это кто? Это пророк из села, там где-то на берегу Галилейского моря. А Назарет, это даже не Иудея, это Галилея. И разве может быть что-нибудь доброе? Помните? Говорят, мы встретили Мессию, разве может быть что-нибудь доброе из Галилеи? Разве может? Это какой-то пророк идет, ну там толпа, и мы пойдем. Знаете, это такой спонтанный митинг. Все митингуют, и я давай помитингую. Луки 19, 37. Удивительное место. И когда он приблизился к спуску с горы Илеонской? Луки 19, 37. Смотрите внимательно. И когда он приблизился к спуску с горы Илеонской? Все, обратите внимание на слово, все множество учеников начало в радости, велегласно славить Бога за все чудеса, которые видели они. К остальному народу у меня нет вопросов. Мой вопрос к вам. Где все множество было? С четверга на пятницу. Где все множество было на Виа Долороса? Где это все множество было на Голгофе под крестом? Тут не просто множество, а множество учеников. Вопрос, где ученики? Праздник был? Был. Асана кричали? Кричали. Одежду стелили? Сделили. Где вы? Когда вы так необходимы? И когда Иисус висит на кресте, Он смотрит, и Он видит мало знакомых лиц. И вот сегодня мы сидим в церкви, и мы все делаем правильно. Когда говорить Аллилуйя, мы говорим Аллилуйя. Говорить Асана, мы говорим Асана. И нас множество по всему миру. А Христос говорит, когда я приду, когда я вернусь, придя, найдет ли веру на земле, Сын Человеческий? Все остальное найдет. Веру на земле Он найдет или нет? И тоже удивительное место, Иоанна 12,16. Ученики Его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали Ему. Когда они шли с Иисусом, и толпы кричали. Вы когда-нибудь слышали крик толпы? Хороший, плохой, неважно. Крик толпы. Я один раз в жизни слышал, когда кричит пять тысяч человек. Это вот волосы на руках, они становятся дыбом. Волосы на голове, так аж как-то, аж кажется, что земля дрожит. Это пять тысяч человек. Там было явно больше. И вот когда ученики идут за Иисусом, это множество учеников, этот крик толпы радостный, их вообще не пугает. Люди кричат, они не боятся, что там фарисеи, они не боятся, что про них подумают, они ничего не боятся. А в Гефсиманский сад пришло несколько сотен человек. И написано, что все разбежались. А один юноша по ногому был завернут, покрывало сорвали, он по ногому и убежал. Получается, меньшее количество людей, но другие обстоятельства, и вера человека пошатнулась. Когда все кричат «Ассана», и я вроде христианин, и кричу «Ассана», а когда трудные обстоятельства жизни, которые нужно пройти на коленях, то я или сплю, или боюсь, или убегаю. Потом прихожу на воскресное собрание, все кричат «Аллилуйя», и я кричу «Аллилуйя». А в понедельник опять я или сплю, или молчу, или убегаю. Потому что в понедельник там уже другая атмосфера, в понедельник там бытовуха, в понедельник там жена и дети, в понедельник там босс на работе, в понедельник там проблемы со здоровьем. Это все потом. Но в воскресенье «Ассана» благословен грядущий во имя Господне. И вот Матфея 21, 12, 14. Матфея 21, 12, 14. И вот этот Иисус, Его поприветствовали, Его похвалили, Ему эти пальмы, они, наверное, больше не восстановились, их ободрали там полностью. Но Он подходит к храму, и в этот же день, в праздник, и вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорит им, написано «Дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников, и приступили к нему в храме, слепые и храмые, и Он исцелил их». Он так начинает свое служение, когда первый раз входит в Иерусалим, Он так заканчивает свое служение, когда торжественно входит в Иерусалим. Вопрос к вам. Надо было портить праздник? Но Он же завтра опять сюда вернется, и Он на следующий день действительно вернется в Иерусалим, и Он придет в следующий день, и в следующий, и даже когда Его возьмут, Он тоже придет в Иерусалим. Зачем было омрачать праздник? Да потому что, еще раз говорю, праздником это стало потом. В тот момент это было исполнение пророчества. Но для большинства людей это исполнение пророчества, оно осталось бесследным. Оно, знаете, это как рассуждать, что означает число 666, а с женой не общаться 4 дня. Вот это вот то же самое. Рассуждать над глубоким библейским текстом, что означает 666, а не разговаривать с женой, а беспощадно лупить детей, а не читать с ними Библию, не преклонять колени, но деньно и нощно углубляться в глубины Божьего Слова. То же самое произошло и с ними. Они пророчества вроде исполнили, а сана грядущего имя Господня, но они пропустили Мессию. Иисус въехал как царь, как Мессия, как слуга, потому что на молодом осле и может быть зазорно было на таком животном въезжать, но Он въезжал как спаситель, как Сын Человеческий. А люди встречали Его как целителя, как пророка, как освободителя. И через 4 дня Его распнут как самозванца, как возмутителя, как богохольника. И все люди, которые готовы были умереть за Него, которые готовы были следовать за Ним, которые готовы были называться Его учениками, а напомню, в те времена называться учеником это было больше, чем называться членом какой-то поместной церкви. Ты всегда ходил за учителем, Ты был узнаваем. Петра узнавали, говорит, не Ты ли из них? То есть все эти люди, когда Иисуса называли самозванцем, возмутителем, богохульником, когда Он шел по этой бесконечно длинной улице Виа Долороса, которую мы сегодня и песни поем, и картинки смотрим, и фильмы нам показывают, никто из них не помог. Я не говорю еще ступился, я не говорю выхватил плеть и начал хлестать там римского легионера, никто из них даже не помог. И пришлось искать человека, который бы помог нести крест. И когда Иисус висел на Голгофе, Он говорил, Боже мой, Боже мой, спасибо тебе за все это множество учеников. Так Он сказал? Для чего Ты оставил Меня? Потому что мало того, что под крестом мало знакомых лиц, все это множество куда-то засчитано. А знаете, что интересно, что они никуда не делись. Люди пришли на праздник Пасхи. Соответственно, они были там и в воскресенье, и в понедельник, и в вторник. Люди приходили за 2-3 недели для того, чтобы занять комнаты и чтобы отпраздновать Пасху. То есть, получается, все те люди, которые встречали Иисуса перед Иерусалимом и в Иерусалиме, большинство из них оставалось в Иерусалиме. И большинство из них были свидетелями, возможно, когда Его водили ночью, о чем мы поговорим в четверг. Возможно, они были свидетелями, когда Он шел по этой улице Виа Долороса. Возможно, они были свидетелем, когда Его распинали. Но все эти люди молчали. Праздник сегодня. Тогда вопрос. Кто для меня Иисус? Царь, пророк, освободитель, спаситель, слуга, мессия. Кто Он конкретно для меня? И если сегодня отменят служение, и если сегодня церковь перестанет существовать, и если сегодня по какой-то причине не станет братьев и сестер, мои отношения со Христом, они изменятся или Христос останется один? Было же множество последователей, было же множество кричащих и славящих, включая детей, но в какой-то момент Иисус остался один. Я прихожу сегодня в церковь, потому что вы здесь, или если бы даже ни один человек не пришел, я бы все равно был здесь. Это ответ на вопрос, кто для меня Иисус. Не просто Иисус, не просто Хисус, как говорят наши латиноамериканские братья, но Иисус Христос, что в переводе означает Мессия. И въезд в Иерусалим был именно Мессии, и через 4 дня именно Мессия будет страдать, именно Мессия возьмет мои грехи и ваши на себя, именно Мессия будет распят, и именно Мессия в третий день воскреснет. Аминь. Молимся.